приветствую дорогой руслан привет да пожалуйста скажите вы мне писали что вы знаете несколько языков какие языки вы знаете где вы находитесь чтобы участники нашей школы когда связи с тем что я был рожден в великом могучем советском союзе средней азии я восточные языки знаю практически из средней азии почти все то есть я знаю узбекский киргизский казахский туркменский плюс к тому же татарский кумырский они все тюркоязычные называются по простонародье персидский язык и в связи с тем что я учился и вырос в таджикистане это арабоязычные фарси языки я знаю таджийский немного пуштонский ну и в понимании не в разговоре в понимании афганский потому что они очень похожи смысловое несут одно и то же значение но как я люблю говорить вот если я буду говорить с афганцем он меня поймет а если два афганца между собой будут разговаривать я не пойму их понятно 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 да тема нашего разговора вы хотели о чем мы сейчас поговорили это интересно это связано с изобретательством да но я я понимаю что вот вы не поверите интересно то что что со мной происходит во первых еще раз тысячу раз вам спасибо за то что со мной что со мной происходят какие-то метаморфозы о которых я просто удивлю что со мной это происходит я сейчас совершенно спокойно выхожу в ноль я даже вам скажу по секрету что я могу и вечером и без гимнастики у меня руки расходятся но я обязательно делаю упражнения я вам кстати потом еще одно упражнение покажу из вот вы знаете фа вот то что девочка показала вот это вот это для людей у которых много целевое назначение то есть не одну точку человека это несколько сразу вот это потом так вот я разговариваю со своим я и я разговариваю я говорю но вот у меня есть проблема я хочу получить ответ вот на эту проблему не то что меня кто-то блокирует не то что мне не отвечать просто тишина потом я могу ты меня слышишь да слышу а что что мне делать как мне будет не бойся все будет хорошо и это единственное чтобы на следующий день я получаю новый совершенно о чем я не знал не понимал какие-то понимания знаки что-то новое изобретение какие-то а вот к этому опять обращаясь опять тишина из чего я себе сделал два очень интересных заключения есть выражение такое здесь и сейчас то есть вот здесь и сейчас не пришло мне время узнать то что я прошу а второе мне понимание пришло не нам судить с какой стороны придет ветер понимать он может прийти совершенно не с той стороны от которой ждешь мозг так работает я в этом уверен я ну не знаю так так у меня сложился понимание то есть у меня никто не отключает меня никто не не недопонимает мне все это ложится передо мной но в другом как пассиан за как разложил так и получилось не надо ждать что она придет слева справа сзади он может сверху свалится на на голову и радостью понимать поэтому вот об этом я хотел рассказать то есть вы говорили о технике работы с подсознанием то есть вы на ноль будете задаете себе вопрос ответа ответа нет 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 он он интересно что он есть он есть но вот когда ему говоришь господи какое голубое небо там за ответа нет но она есть утром когда просыпаешься ты смотришь гнева то не голубое небо божественно прекрасное понимаете то есть в описании их там моего подсознания ну нету понимания есть вот я в детстве очень никак не понимал значение слова гранатовый цвет бирюзовый цвет лиловый цвет и решить за цвет такой бирюзовый лиловый а это же вот например вот этот камень мне очень нравится нефритовый цвет да это что за цвет такой нефрит а когда я камень в руках подержал я понял это божественный цвет это прекрасный цвет кроме как нефритовый он быть не может просто интересно кроме как нефритовый быть неважно. Я понял, понял, да. Очень интересно, очень интересно. А вы сейчас решаете какую-то проблему, да? Вот хотите, чтобы ответ получите в изобретательском мышлении, какое-то вы хотите сделать изобретение. Я так понял, да? Да, понимаете, получилось как. Я сейчас объясню. Это называется в некоторых местах называется не полностью, стопроцентное изобретение, а клонирование. То есть есть какая-то в природе вещь, которая работает. Я ее никогда в руках не видел. Я рядом с ней не стоял. Я просто видел ее на фотографии в каком-то зарубеже. Есть такая машина, которая работает как-то там. Но в Советском, в России в частности, этих машин нет. Или если есть, конкуренты, они никогда ничего не показывают. Я эту машину создал на 80%, полностью все работающее. Но вот именно основной узел у меня не получается. И у меня вот самое интересное, в чем я всем рассказываю, я говорю, ну ладно, я всем рассказываю, я говорю, вот так, вот так. Они мне говорят, ну ты, я говорю, ни грамма сожаления, ни грамма переживания вот у меня в душе нет. Просто нет ответа. А то, что я вот переживаю, нет. У меня во всех отношениях все говорит, все будет. Надо только подождать. Ну, я сижу и жду. Других вариантов нету, понимаете. Потому что я знаю, и у меня не первый раз такое в жизни, что оно приходит, даже не ожидаешь как. Оно просто откуда-то вот надойте думает, господи, неужели так просто, понимаешь. Вот на этот вопрос я не обращал внимания. Что вот надо чуть-чуть там повернуть, чуть-чуть сделать, понимаете. И я сижу, жду. Я не отказываюсь и не отбрыкиваюсь. Ну, вот так оно, жизнь сложена. Никто не говорит. Если бы нам людям все говорили, пойдешь налево, там направо, вот там кирпич золотой лежит, понимаете. Мы бы все были богаты. Вы пробовали, делая упражнения, думать о том, что вас волнует. Да. Да. Пробовали при этом подбирать действия путем перебора. По критерию продолжать то, что хочется продолжить упражнение. Продолжать думать о чем думается. Потом сели, отпустили себя вот так вот как бы на самотек мысли и тело на самотек как бы сходинили две свободы. Да, да. Там как раз-таки через какой-то момент приходят решения. Но это решение может пройти не в момент, когда вы это делаете, а потом, когда вы чем-то заняты. Да, да. Я тут вообще, честно говоря, не очень хочу технологию озарения по заказу распространять в интернете, чтобы случайно каких-нибудь два подростка, посмотрев на кухню, атомную бомбу себе не забрали, сделали. Чтобы их случайно не озарило, да? Я понимаю. Чтобы не... Ну, потом наш интернет же все просматривают, кому надо и кому не надо. Да, 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 да. Я с вами согласен. А поэтому я считаю, что вот эту вторую важную часть мы с вами совершенно отдельно поговорим. Хорошо? Хорошо, хорошо. А то сейчас Илон Маск там делает изобретение, там чипы вживляют, там еще что-то делают. Ну, я вам скажу, я понимаю. Дело в том, что ни один богатый человек ничего, ничего не изобретает. Он просто взял чужое изобретение, додумывает, низкий ему поклон, он тысячу миллионов хороший человек. Я не спорю. Но создать, понимаете, вот какое красивое слово, творец. Творец. Это родить, это создать, из себя вынуть, понимаете. Это может не каждый. Я, если какую-нибудь игрушку создаю, я потом, как женщина, плачу, когда она работает у меня на руках, когда я ее вижу, у меня начинаются слезы, я реву, потому что это мой ребенок, это я ее создал, понимаете. Скажите для нас, для всех, интересно, какие у вас есть такие вот вещи, которые вы уже сделали, чтобы все порадовались тоже вместе с вами, чтобы, ну, всем же интересного на школу человек будущего Homo Futurus, чтобы... Ну, понимаете, я вам объясню, это, может быть, слабо будет пониматься кому-то. Вот я, например, нет, хорошо, вот это, я занимаюсь сельскохозяйственным оборудованием, понимаете, это, может быть, не каждый поймет, но фишка в том, что увидел я где-то там в Германии, где-то, я, во-первых, никогда в руках этого не держал, я его не видел, ну, продается машина, которая протирает там в овощи, я говорю, а что бы не сделать, ну, давайте сделать, думал, думал, делал, делал, мучается, опа, я ее создал, она протирает овощи и фрукты, получается, пипец, поздравляю, молодец, да, потом увидел, где-то существует вещь, которая, вы знаете, вот, в Ясентуках, там очень много сады огромные, чернослив, машина, которая выковыривает косточки, я вам, кстати, скажу, один из самых сложных плодов, потому что, если из чернослива чуть-чуть косточка влево, чуть-чуть косточка влево, он мгновенно треск и ломает, поэтому эту машину я создавал, наверное, тоже где-то год, я не говорю, что я ее создал, все на свете когда-то кто-то придумал, понимаете, я просто повторил, не видя того, что должно было быть, это второй раз я создал такую машину, потом я взял и тоже из своего мозга вытащил, я видел, что существуют ножи, которые одним ударом разрезают яблоки на 12 частей, я посмотрел, видел где-то, потом я взял этот нож, сам создал, причем мой нож намного лучше, чем китайский, потому что он разбирается и лезвие отдельно моется, понимаете, если китайский нож один... Я представляю, что нам скажут наши мастера-трис при разработке изобретательских задач, мастера-трис опытные, которые в столовлетней промышленности еще где-то миллиардную экономию для страны сделали, которые создавали, там Виссарион у нас, Сибиряков, Калошин там, Николай, ну там у нас есть такие люди, которые действительно уже за их плечами что-то стоит сделанное, вот мне интересно будет, что они скажут. Я вам расскажу очень интересную вещь, вот если вы позволите на минуточку, тоже область людей заинтересует. Я был в Средней Азии, там у себя дома, у сестры там отдыхал, и приехал в Среднюю Азию, мне вызывают, говорит, слушай, дядя Руслан, ты же в электричестве понимаешь, пойдем, вот у меня кондиционер тепло не делает. Прихожу к нему домой, у него дома тепло, дом нагревается, все, он говорит, ну холодно, я говорю, а что холодно? Ну вот дом построил, а что? Я говорю, а что ты построил дом? Ну и с цемблоков вот выстроил себе огромный дом. Я говорю, а кто тебе сказал, что цемблоков, сентиментный дом должен держать тепло? Не, ну у русских же-то есть вот такой дом. Я говорю, у русских существует двухстенная система прослой посередине воздух, поэтому тепло. Во-первых, Господь тебе дал саманный дом, глиняный дом, сейчас Голландия, Финляндия, Норвегия переходят на эти дома. Вы зачем все это бросили и пошли в бетонные дома? Да там вот тараканы, я говорю, тараканов там нет. Так создана природа, что когда ты этот дом сделаешь, из него тараканы уходят. Это если ты себе еду выкидываешь вот там чуть дальше, да, появляются тараканы, муки, крысы. А вообще это уникально красивый дом и у природы. Вот до чего интересная вещь природа за ней наблюдать. Вы знаете, интересное кино, что вот, например, возьмем, ну, Узбекистан возьмем, есть температура плюс 50, плюс 60 градусов до солнца, понимаете, в тени плюс 45. Вот. И в то же время, и в то же время, Господь Бог сказал, как в России, вот, вырой два метра под землю яму и там будет прохладно, прохладно. Сделай теплохолодильник, перетащи шланги, сделай у себя дома прохладу. И что, так можно было? Да, конечно, можно. Это всю жизнь было можно. Просто об этом никто никому никогда не говорил, понимаете? То же самое в России. Как же нам нагреться? Как же нам... Знаете, какие плохие морозы в России? До метров все промерзает. Вырой два метра, вырой три метра, там тепло. Разложи шланги, поднеси к дому и тебе будет тепло. Понимаете? Некоторых уникальных вещей люди просто не замечают. А пытаются что-то нагреть, что-то там запаять, что-то бензином, электричеством, газом. Понятно, но есть деньги, берите, платите, какие проблемы. Слушайте, вот я иногда смотрю про то, какие-то там есть такие сайты, ну, показывают в интернете, какой удивительный, интересный мир. И раньше, какой он был, до Ноева Ковчега, там и так далее, какие цивилизации могли быть. Может быть, это фейк, может быть, это правда, не знаю. Может быть, потом у них случилось в процессе развития в истории, какая-то ядерная война случилась, и все это похоронилось. Но там показывают интересные вещи, как люди могли обогревать целые дома, не имея той техники, которую мы сегодня имеем. Видимо, у них были еще какие-то более интересные достижения, но все это погибло. Ну, такой интересный вообще вопрос. Мы люди, мы все в человеке и в человеческих качествах есть изобретательская способность. Давайте мы с вами сделаем не один ролик, а пару, сделаем еще. Ну, ради Бога, я только рад буду. Да, потому что это разбудит у наших участников школы энтузиазм. Они начнут искать простое решение сложной задачи. Это же и есть творческий подход. Я всегда говорю, творческий подход это поиск наиболее простого решения сложной задачи через призму общечеринских ценностей. Да, да. И это вот как раз-таки, ну, ключ сам по себе создан за счет творческого подхода. Поэтому простой такой, кажется, на первый взгляд, и очень много людей хотят им овладеть. Это идет по всей планете как по цепной реакции. А многие хотят быть специалистами. Но кто хочет быть специалистом, я им предлагаю выходить у меня на WhatsApp, на разговор. Мы поговорим. Достойны вы тому, чтобы дать вам вот эти секреты. Там же есть и техника безопасности. Ну, вы это все знаете. Я это для чего говорю? Потому что новичок всегда приходит к нам на канал и увидит наше видео. И у него возникнет мысль, а как же научиться всему это. Я вот поэтому и говорю здесь для новичка. Вот я, у меня больше всего для новичков вот какое-то пожелание. Почему смысл, вот почему я много смотрел вебинаров, вы задаете вопрос. Ну, новички, ну скажите кто-нибудь, что-нибудь. Все. Время так сейчас создало людей. Они боятся показать, что они есть на земном шаре. Не бойтесь этого. Не бойтесь. Надо выйти из себя. И потом, как, вот я же вам прислал ролик, я вот давече ходил купаться на крещении. Вот. 50 лет я первый раз в жизни пошел и окунулся. А смысл заключается в том, что всего-навсего нужно было решиться. В конце, когда я вышел, третий раз окунулся, вышел, пришел, я понял, что как-то. Это счастье, понимаете. Да, я провел параллель где-то на моей родине давным-давно в сорокоградусную жару. Люди тоже ныряли в четырехградусную воду и бесплатно получали энергетическую зарядку. И сейчас получилось то же самое. И опять же, вот великое спасибо вам. Я почему вам сегодня писал про Айкидо? До этого я не знал, что можно страх победить страхом, понимаете. Что страх это тоже энергия, но если ее вовремя развернуть, она получает положительную силу. Те же самые древние люди, они тоже за счет каких-то сил отрицательных, превращая их в положительных, может быть, летали, может быть, я не хочу сейчас рассказывать об этих чудесах, но я вам скажу очень просто. Давайте вот банально на детских вещах, да, вот смотрите, я в последнее время читал и узнал, я не ратую там ничего, но правда есть правда. древняя Русь имела столько же великих мест, как и сейчас Тибет, представляете, столько же информации имела, ну вот русские сказки, да, вы посмотрите, ну не идиот же придумал бабу-ягу в ступе, летающую по небу, понимаете, пусть она плохая, пусть она, сейчас уже говорят, что баба-яга, она не страшная была, она летала, все, дальше берем, дракон трехголовый летает, значит, кто-то все-таки где-то летал, правильно, его же не просто так с неба взяли, потом возьмем, на этом прервемся, потому что я знаю, что люди, которые смотрят видео, хотят, чтобы все было покороче, а потому как вы уже дали согласие на то, что мы еще два-три сделаем ролика, правильно? Да, да, полностью, я не понимаю, сейчас это, как затравка, как мотиватор, сейчас запустим, пусть пишут, какие бы вопросы их интересовали, что их интересует, если вы хотите, ваши контакты дадим, чтобы вам писали отдельно, как хотите, у нас тут все, как говорится, открыто для всех. Да, не проще людей соединяются с нами по-человечески, чем больше людей соединяется к нам в школу, у человека будущего, тем быстрее мы сократим кризисы на планете и тем быстрее научимся все использовать внутренние, собственные возможности, человеческие. вы позволите я перед концом одну единственную фразу скажу, мне бабушка на улице сказала, я хочу всему миру сказать, что бы вы ни думали, что бы вы ни себе не решили, запомните, видя бесконечное зло, имейте ввиду, хороших людей, хоть на одного человека, но больше. быть не может. Но все мы люди по природе, это хорошие, если не травмированные, если нас агрессивно не воспитали, быть такими. Человек по природе хороший, потому что человек по природе творится. спасибо большое. До связи, до скорой связи. Хорошо, хорошо. До скорой связи, очень интересно, спасибо. До встречи. Спасибо.